Царь Небесный 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 Прошу прощения за заминку. Послание к римлянам святого апостола Павла, 8 глава, 31 стих. Сегодня 18 декабря 2019 год. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Толкование. Видишь ли, что здесь весьма ясно показывает, что говорит к бедствующим. Речь его почти такая. Если мы устроены таких благ в то время, когда были врагами, то во сколько больших удостоимся после оправдания и прославления своего? А если Бог за нас, кто против нас? Хотя бы восстала против нас вся вселенная, восстание – это премудрость Божия обратит в наше спасение и славу. Вопросы, пожалуйста. Римлянам, 8.32 Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? Толкование. Представь себе, что он не пощадил. Он не пощадил сына своего, то есть единородного, возлюбленного, который из существа его, ибо есть сыны Божии, усыновленные через крещение, но предал его за нас, предал за всех, то есть благородных, неблагородных, славных, ничтожных. Предал не просто, но на убиение. Как теперь не дарует он нам всего? Кто дал владыку, тот не дал ли прочих даров? Итак, если он не дает чего-нибудь, из этого не следует, что не дает вовсе. Поэтому не слишком желай освобождения, огорчаемый за Христа, ибо получишь желаемое, когда он даст. Вопросы. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Толкование. Так как верующие встречали от Иудея в числе других искушений, и тот укор, что они легко изменялись и мгновенно обращались в христианство, то говорит, «Вас избрал Бог. Кто же будет обвинять избранных Божиих? Если выберет что-нибудь художник-человек, то никто не будет порочить его. Кто же будет порочить выбор Божий?» 34 стих. Кто осуждает? «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и о лесную Бога, он и ходатайствует за нас». Толкование. Не сказал Бог отпускает грехи, но, что гораздо важнее, Бог оправдывает. Итак, не будем бояться ни искушающих, ни поносящих. «Нас избрал и оправдал Бог, и умерший за нас, даже и воскресший Христос. Кто же осудит нас, удостоенных такой славы?» Сказал, «Ходатайствует о нас, чтобы показать любовь Христа к нам». «То есть, что хотя Христос и исполнил домостроительство по плоти, однако не прекратил человеколюбивого отношения к нам, но предстательствует за нас. Это значит «ходатайствует». Такое выражение отнюдь не умаляет славу единородного. «Прежде сказал, он и о лесную Бога, это знак величества его, посему и присовокупил. Ходатайствует, показывая этим не другое что-нибудь, но, как сказано, любовь к нам». И об отце сказано, «Как бы сам Бог увещевает через нас». 2 Коринфянам 5.20 «Неужели, слава Богу, умоляется от того, что он молит? Напротив, это служит знаком неизреченного попечения его о нас. Некоторые понимали слова «ходатайствует о нас» так. «Поскольку он носил тело и не сложил его, как пустословят манихеи, то это самое и есть предстательство и заступление ко отцу. Ибо, взирая на это, отец вспоминает о любви к людям, по которой сын его понес тело, и таким образом склоняется к милосердию и милости». Так говорит Павел по тому, как неоднократно замечал я, чтобы воодушевить бедствующих и показать им, что и дух ходатайствует за нас. И отец не пощадил для нас собственного сына, но оправдал и прославил нас, и сын предстательствует за нас. Поэтому вы не должны ни унывать, ни упадать духом. Вопросы? «Оправдать». Слово «оправдать» означает признать невиновным. То есть Господь не просто прощает грехи, отпускает грех. Он еще и полностью оправдывает человека, что ныне человек, который к нему обращается, принимает его жертву, становится не просто прощенным, но и невиновным. Получается так. Слово «оправдать», если понимать. Можно? Да, можно. Он говорит, взял грехи наши и бросил себе за спину. Хартии наши разорвал с грехами. И бросил за спину. Но в чем принципиальная разница между прощением и оправданием? То есть прощенный человек, он как бы подразумевается все равно остается виноватым, хотя и прощенный. Реабилитация, это все равно что реабилитация и помилование. То есть помилование, это ты как бы виновен, но тебя помиловали. А реабилитация, тебя и помиловали, тебе еще реабилитировали. То есть ты еще и как невиновен тебе. Ты невиновен. Так, ну а давайте вот с этого момента поподробнее. Каким образом он нас оправдывает? Ведь мы же согрешили, достойные ада. Почему мы теперь невиновны? А потому что все, он взял наш грех на себя. Он винов, то есть он сам невиновный и умер за виновных. То есть все, теперь нету, ничего на виновных не остается. То есть он заплатил за нас. То есть раз заплатил, то мы уже все свободны. То выкупил, значит выкупил. Как бы, ну вот еще спрашивают, то у кого он выкупил. Вот такие вот вопросы задают. То есть получается как бы, ну, или он у смерти выкупил, у дьявола, либо у бога как бы сам у себя выкупил. То есть сам же и вынес приговор прокурор, бог-отец, но сын получается как адвокат, если он на мирской суд-то на нас перенести, адвокат, который берет вину виновного на себя. Вот, я вот говорю недавно, с мусульманином разговаривал, он не может вместить, но если человек виноват, то и ему будет, надо будет перед Аллахом отвечать каждому, почему у вас-то тут Христос за вас умер, как такое может быть? Каждый за свои грехи ответит. Я говорю, ну ты ответишь за свои грехи? Да, ты грешный? Да. Каким образом ты ответишь? Возмездия за грех, смерть, согласен? Все, ты согрешил, в ад. Ну, Всевышний будет решать. Ну, если ты согрешил, ты признаешься, да, я согрешил, ну, как он тебя помилует-то, с чего родит? Ничто нечистое туда не войдет. Он глазами хлопает, не вмещается в него вот эта вот любовь. И я ему объясняю, ну, вообрази, тебя приговорили к смертной казни. Кто-то бы пришел и сказал, он не убивал, ну, за убийство, допустим, это я убил. Тебя бы отпустили, а его бы казнили. Ну, да как такое может быть? То есть, это у него вообще такое не... Он, представьте, вообразите, как говорят, в страшном сне не может такое ему появиться. То есть, какая-то религия пустая. То есть, Бог, Любовь у них не вмещается. То есть, у них Аллах такой... Во всяком случае, не Любовь это Бог. Ну, конечно, не Любовь. Он же у них там один. У него нет сотоварищей, как они добавили это слово. Откуда у него Любовь была, когда до создания мира, к примеру, до создания всех, если он одна личность? Откуда у него Любовь-то? Любовь-то может быть только между личностями. Причем, что характерно, в Коране написано «мы, мы, мы», Бог, мы, так же, как и в Библии. То есть, и сотворим человека, не сотворю, а сотворим. И у них тоже мы. И задаем вопрос, почему у вас, если у вас нету Бога сотоварищей, почему мы, мы? Они, наверное, так мне не ответили вразумительного. Ну, так вот, мы же говорим, мы построили дом, так мы, и не я один строил, ну, с сотоварищами. Если мы говорим «мы», значит, кто-то есть у вас. Говорите, сотоварищей нету, и в то же время говорите «мы». Почему «мы»-то? Сидит глазами, хлопает, ничего не имеет. Там этот с ангелами, они, он с ангелами там, вот он даже человек отворил по их книге, и говорит ангелам, что вот мы сейчас сотворю я человека, и он будет владыкой над всеми. И ангелы ему как бы сказали, типа, ты что будешь нечестие распространять по земле? И он им говорит «вы не знаете, я знаю наперед, что будет». И вот они начали называть имена, в том числе он назвал и ангелов имена человек. И он говорит «вот видишь», ну, их бог говорит ангелам «вот видишь, какой человек? Поклонись ему». И вот все поклонились ангела, а один Иблис не поклонился человеку как будто. И вот это он дьявол, сатана. вот у них такое там все равно ответа нету почему он говорит мы ангел ангел все там по их никто ангелы не помогали ему я говорю как они понимают там товарищи уголки все толкователи у них говорят что это он сам просто ангелом говорит это вам ну ангелом да но а мы да нет он конечно нет сергей вы неправильно привели пример тот человек который выступил в защиту того который согрешил то есть был повинен он сказал он убивал вернее он не убивал я убил вот у меня нет христос не убивал никого и не согрешал он за нас просто тот человек должен был сказать этот человек грешен но вы его не убивайте а убейте меня вот так но христос же взял вину на себя поэтому он и сказал я вы сказали что человек который хотел умереть за другого сказал вы его не убирать не убивайте это него я это слышал не он убил это я убил до они убивал за нас и не грешил за нас он просто взял наши грехи безвинный да это понятно что он безвины но прокурору то надо виновного убить он бог несправедлив прокурором и и бог он не может невинного убить он должен убить виноватого да христос безгрешный но написано он взял грехи мира на себя поэтому он убивал безгрешный убивал слово убивал подразумевает взял грехи на себя вину взял на себя а ты говоришь он никого он не он не брал вину на себя взял взял вину на себя взял вину на себя три раза повтори так написано вот поэтому как бы замечание вроде как бы кажется и справедливо мы знаем что христос безгрешный ну понятно что он я подразумевал что взял вину на себя потому что никто не будет казнить человека который невиновен в этом вся и сила его жертвы то что он невиновен и пострадал пострадал как виновный именно это дьявол то чем и был уизвелен то в том что он давил то есть совершил великое беззаконие и это беззаконие которые он совершил отменяет вот то беззаконие которое совершил человек и по которому он имел власть над человеком то есть произошло прошел выкуп то есть все дьявол сам пал сам был обману сам был как бы перельстился. То есть он распространил свою власть на того даже, который не имел на которого не имел никакого права. И теперь, а это оказался не просто человек невиновный, а оказался и Бог. И он не просто, он сошел в... Они, господин, приходят, и они с радостью могут сказать, слушай, ты пять дал, вот тебе другие пять, а ты два дал, вот тебе другие два. Иисус Христос указывает на стопроцентный успех. Выкупил. Какая там температура. Плюс к этому же времени существовала такая секта. Кумра... Погласно с Валентиной, пример Сергей Неверный привел. Что когда уже стены Иерусалима были раз... Лепеху. Ну, давайте вызовем помощь... Помощь зала. Действительно, пример неверный, или... Ты его повтори еще раз. Вся ошибка-то в том, что мы мыслим категориями человеческими. Слово выкупил. А выкупил этого нет в Писании. Но смысл-то в том, что... Вот, допустим, люди болеют холерой, чумой. И с ними кто-то сообщается. Ничего, не порезал себя, ничего. Просто находится в этом месте. И зараза переходит на него, и все города вымирали. Это вот такое слабое сравнение с тем, что произошло в раю. Вот отсюда надо понимать. Вот я буду делать добро, как вот у мусульман они. Я буду делать добро, и меня там спасет кто. Они вообще не понимают смысла согрешения. В Адаме все умирают. Во Христе все живут. Вот это вот слово «все», оно нам никогда не понять. Мы должны просто принять это. В Адаме умерли все. И животные, и рыбы. Все сделалось смертным. Как это так? Этого нельзя не объяснять. Вопрос не надо задавать. Надо принять как данность. Даже не согрешившие, подобно Адаму, как Павел говорит, они тоже умирают, подваться и смерти. Цифру называют сегодня. Больше ста миллиардов людей умерло. А за что? По-человеческим. Что она сделала? Ева там. Что там, убыло как? Или отняла, продала? Ничего же. Ну нет. Ну одно запрет. А вот Бог, он жестокий, вы ему... А вот за эти слова ответишь как раз. Я выражение такое стал говорить. Ну как бы истёвый вот. Бог никогда никому ничего не прощает за так. И не может простить. Это не его свойство. Возьми обычный кусок. Ну может, по доброте своей Бог есть любовь. Ну простил, да и всё. Когда человек кается, обратился, он должен умереть. И который не согрешил, подобно Адаму, в греху. Вот когда мы это поймём, тогда начнёт маленько рассвет в сердце быть. От нас это не зависит. Мы смертные. И Господь не то, что заплатил плату. Эти слова надо убрать. Сразу тут нам католицизм навязывают. Определённо и чётко. В Божьем измерении грех неизмеримо велик. А если бы не сто миллиардов было, а сто триллионов людей, все были бы мёртвые. Вот такую силу имеет грех. Об этом апостол Павел говорит в послании к кремлянам и к евреям. А вот теперь жертва Христа напротив того невинны. Его жертвы хватило бы, если бы триллион таких земель было и хватило бы. То есть, не так, что... Дальше уже жертва Христова не действует. Многие уже уверовали, как будто бы взяли от чего-то. Ничего не взяли. А как? Ещё раз говорю, никто не может объяснить. Все объяснения наши туманные. Вот агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Берёт на себя грех мира. Евангелие Таан 1, 29. Всё. Этими выражениями и нужно нам пользоваться. А как это? Это тоже нельзя объяснить. Мы должны это принять. Жертвы его достаточные, чтобы мы сказали, Господь, ты умер за меня. Проникнуться этим. Просить и плакать. Как он страдал, как человек. Нет, он сказал жажду. И он умирал, он страдал. И муки его никто не может понять. Когда он умирал не за один грех, а за миллиарды грешников. Это только рассуждение, которое надо поверить, и дальше за грань никогда не залазить. А то так вот он там заплатил, ещё нигде не написано заплатил. Это Божий закон, Божья сущность. Бог не может никогда никому ничего простить за так. Возьметь за грех смерть. Это не Божье свойство. Бог не может солгать, не может сам себя отречься. Он всесильный, но вот если всесильный, так пусть придумали, камень сделать надо там. Ну вот грешника он не будет насильно тащить. А как уж дальше будет, тут понятно, голова кругом идёт. А мы даже принять с благодарностью. Нас он искупил. Избрание совершил. По Божьей милости. Бог есть любовь. За это никак не за грех. Вот я больше ничего не могу сказать, кроме того, что я ничего не знаю. Я сразу понял, где нельзя никогда не то, что спорить, а даже возражать или подменять другие выражения, потому что в других словах вот печать Антихриста, нигде не написано печать, написано начертание. И таких немало. Вот. Вот кто-то будет делать, написанное говорит, и всё остальное приложится. Нигде не написано, всё сие. А сие это значит одежда и пища. Ни о чём больше не говорят. А всё остальное, остальное так у меня хороший компьютер, я хочу купить, запись, которая там миллион стоит. Мне это не обещано. Обойдёшься. И вот когда мы начинали, считали тут, сказал, постель возьми, а он сказал, ложа. Трифилии. Спиридон-то как? Даже вышел. Ты чё, умнее Бога, что ли? Написано постель. Зачем ты сказал ложа? Вот как смотрели они строго. А оба святые. Я ещё раз говорю, я ничего здесь понять не могу, и рассуждением своим сразу укорот даю. перестань. Не усмирял ли я, как дитя отнятого от груди матери? И вот в этом всё. Отошёл. Римлянам 8.35 Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. Толкование. Кто так любимый, сподобился такого промышления, того ничто не может отлучить от этой любви. Именем же скорби и тесноты обнял всё, что только может причинить бедствия, хотя и не перечислил их по одиночке. Римлянам 8.36 За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых на заклание. Толкование. Дабы не почли с хорбей и тесноты прекращением в любви Божией, приводит слова пророка, предвещавшего о них и показавшего, что терпение или умерщвление всякий день для славы Божией составляет величайшее утешение. Каковое терпение или утешение бывает по произволению, потому что для природы оно невозможно. А умерщвляться значит быть приносимым жертву Богу. На это именно указывает, когда говорит за овец, обречённых на заклание. Как овцы не противятся, когда и заковают, так и мы. Вопрос. Ну вот тут разрешается весь вопрос о войне. Как относиться к войне? Аминь. Сергей, тут Игнать, он исходит вставить. Павел Павел. Павел Павел. Вот сегодня кто-то выставил там, кажется, Анатолий. Там как пять молодые православные там ходили в церковь, то, другое, теперь стали мусульманками. Вот это как раз к этому и относится. Главное, тут он всё поворачивает в жертву. Они говорят, да, там такое-то прочитали, и так хорошо. Понятно, неверующие люди. А те, которые пошли туда, они о Христе ни одного слова не говорят. Одно то, что ты никогда не скажешь, Христос воскрес, тысячи разных вер все повалили сразу. Спасителя-то нет, они вообще не говорят об этом. А вот он ей сказал, ты мусульманство не примешь, ислам, я на тебе не женюсь. Вот это здорово. Это как у старобрядцев. Не через уши, чтобы уверовали. И вот это надо всё время держать. Не религию принёс он, не веру, а принятие его верою, Христа. Спасителя нигде нет, ни в одной религии, нигде. Потому что даже если себя таким провозгласит, он быть не может, он сам грешный человек. Поэтому Бога воплощения через Деву Марию. И это вот одно только. Говори больше, когда будешь беседовать с мусульманами, с кем угодно, никуда не надо доказывать ничего по их книге, даже в руки не бери. Ты знаешь, спасителя у них нет, и поэтому ваша участь совершенно другая. Куда вы идёте? Низменные такое. В районе будут там по 40 гури, блудниц. Каждую ночь будут блудить и блудить. Это вообще никуда не годится. Такое разумение Царства Небесного. Тут даже повысить нельзя. Это можно даже сказать. Мы спасаемся жертвой Христа. А там нет его, и поэтому все остальные, намазы, всё это, может, день и ночь мазаться, ничего не будет. Он умер за нас, он занял наше место. всё. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Спаси Христос. Это спаси! Так, ну вот здесь еще к вопросу вернемся с мусульманами, коли мы их начали, Роман Фроликов пишет, нельзя говорить то, что у них Бог, у мусульман, якобы не есть любовь, так как они считают, что их Бог прощает их. Да, Роман, во-первых, тебе никто не разрешал писать, у нас договор с тобой был, полный молчок, мы тебя принимаем, ты молчишь и слушаешь, слушаешь и молчишь, и не пишешь, ты нарушил это. До этого ты писал мне в личку, я хотел, озвучивал, не хотел, не озвучивал, сейчас ты такой ляптус тут пишешь нам. Да мало ли что они считают, любовь, чтобы ты знал, это в первую очередь жертва, о которой Игнатий Тихонович говорит, жертвенность. Их не Аллах, ни за кого не умирал. Они там считают, что Он их любовь, потому что их прощает. Прощение это милосердие, но не любовь. Любовь это жертва, чтобы ты знал в первую очередь, жертва. Евангелие Та, на 3.16, вот, выучи. Можно добавить еще? Да. У них, согласно их книге, до того, когда человек еще рожден, их Бог определяет уже, где ему быть, в раю или в аду, он уже заранее предопределен, поэтому он не может быть никакой любви. Сразу определено все, предопределение у них есть, такое понятие. И притом, это не как у нас мы понимаем, в зависимости от нашей воли, нет, там заранее все разнаряжено, что уже все определено непосредственно, что человек упадет, и это ему определил непосредственно их Бог. И Он есть источник зла и добра у них, это официально у них догматически. Я прошу извинения, вообще некорректно тут разговаривать о мусульманах и с такой позицией, как вы разговариваете. У них вообще нет никакого определяя, а у нас тоже есть, кстати, Исава возненавидел, а Якова возлюбил, еще будучи во чреве, так что предопределение у нас есть. У нас нету, у нас у них определение, что это определил Бог, а у нас определение, что Он посмотрел на их жизнь, и Он от этого уже определил, Он на будущее смотрит. А у них Он конкретно определил это. Ну я тебе что сказал, то сказал, что ты там думаешь, я не знаю, я тебе говорю, что Исава возненавидел, а Якова возлюбил, будучи еще во чреве матери, все. Говорит Вячеслав, потому что Он знает будущее любого человека, там вообще все будущее, и будущее прошедшее, и настоящее, все всеведение Божие, поэтому Он так и поставит такое отношение. Ну, если брать за основу стихи «возлюбил» и «возненавидел» и принять мусульманскую трактовку, ну раз Бог так приопределил, зачем нам тогда вообще пыжиться и все что-то делать, уже предопределено, я в аду прописан, будем грешить, ибо завтра урек. Да. Именно вот и все, вот и попал ты в когти сатаны. Да. Поэтому этот стих нужно очень осторожно применять, Исава возлюбил, возненавидел. Что это имеется в виду? Да, Бог знает будущую жизнь, в Ащреве они еще не прожили, но Бог же знает. А там дальше написано все же. А ты кто такой человек, что споришь с Создателем? Молчать? Споришь в каком отношении? Ну Иов спорил, правильно Иов, я хочу спорить с Богом, я чист, давай судиться. Однако, Бог ему так не сказал, кто ты или Иов такой вообще. Ну в том отношении, в котором ты сейчас начал говорить, так уже ответил, апостол Павел уже всем ответил. Я не понял, Игорь что, говорит тут, что мы исповедуем предопределение, что как адвентисты. Я так понимаю. Если это так, то анафема Игорю, все. Братья, я вам слова Писания передаю. Что вы там сейчас загарготали, я не знаю, как гуси. Я сказал, места Писания, вам что еще надо, я не могу понять. Как ты их преподносишь, ты преподносишь их как адвентист. А то, что кто-то сказал, что там вот у них такой Аллах и так далее. Я вообще в это не верю, что там у них какое-то есть предопределение, там еще что-то. Это надо просто аят привести, как написано это вот так и все. Там вообще ничего не понятно, что у них там есть. Вы кто читал каранта, почитайте сначала, потом будете такие прямые указания, законы говорить. Да просто сейчас я тебя сброшу и все, ссылку, почитай. Если я не читал, то значит этого нет. Вот хорошее рассуждение, Игорь, ну что ты? Я не читал, но осуждаю. Ну и что, ссылку сброси, ты дальше что, ничего там не будет. Что вы меня пугаете-то? Как ничего не будет-то? Да вот так ничего не будет. Анафема сейчас тебе придадим, тут все народные. Я вам говорю, что он отвезет. Сергей, пойдем дальше, пожалуйста. Это уже идет в раздумки. Что вы спорите? Что ты, Виталий, вылез, скажи мне? Ну сидел бы там толкование, что ты отшил и питал. Я не хочу, Игорь. Я местописание тебе просто сказал. Я вообще ничего не комментировал. А ты там рассказывай. Ты местописание сказал, брат Игорь, в контексте. Не надо тут это, как уж на сковородке крутиться-то. В контексте защищаем мусульманское толкование о предопределении участи человека, где он будет в воду или в раю. Я вообще не верю, что у них там есть такое предопределение. Веришь, значит, ты неверующий, и все. Я не верю, что у них там есть такое предопределение, что там конкретно что-то там говорит их Бог. Это твое право. Это один из догматов. Все. Пошли дальше. Догматов ислама. У них там несколько толкователей в этом исламе. Римлянам 8.37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Толкование. Сказав прежде, что нас умерщвляют, апостол, чтобы не ослабил, кто помышляет о человеческом, предлагает ободрение и не говорит «побеждаем», но преодолеваем, то есть с легкостью, без трудов и пота, и при том тем, посредством чего строят нам козни. В том-то и состоит совершеннейшая победа, чтобы одерживать верх в то время, когда нас гонят и преследуют. Итак, не теряй веры, потому что нам способствует Бог, и не только способствует Он, но и возлюбил нас. Поэтому ничего нет удивительного в том, что мы легко одерживаем верх во время самых напастей. Вопросы? Понимаете, почему легко? Потому что мы верим в любовь Божию, в любовь. Даже не во все прощения, не в милости, а в любовь. Тут написано «возлюбившего», а не «умершего за нас». Хотя «умершего за нас» это и есть любовь. Или «преодолеваем силою простившего нас». Ну и это прекрасно, что Он простил нам наши грехи. Но то, что умер за нас, этого нет ни в одной религии мира. Чтобы Бог умер за человека. Вот что самое ценное в христианстве. Любовь, жертвенность. Римлянам 8, глава 38-39 стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашу». Толкование. «Прежде сказал, что Бог возлюбил нас, а потом говорит о своей любви к Богу, дабы никто не подумал, что Он сам превозносит себя. Мы, рассуждает, так прикованы к любви к Богу, что нас не могут отторгнуть от нее не только бедствия, неразлучные с этой жизнью. Но если бы тиран, какой стал угрожать будущей смертью, состоящий в казни, или пообещал нескончаемую жизнь, дабы таким образом отвлечь нас от Бога, он немало не преуспел бы в том. «И что говоришь ты мне о царях и тиранах? Нас не могут отвратить от любви той ни ангелы, ни все горние силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, то есть находящаяся в тебе, ни глубина, то есть находящаяся в земле, ни слава, ни бесславие». «Под высотой некоторые разумеют царство небесное, под глубиной потерю его. Даже если бы была другая какая тварь, как видимая, так и постигаемая умом, и та не отвлекла бы меня от любви той». Так выразился не потому, будто ангелы отвлекают людей от Христа, но в итоге предположение и вследствие сильного желания показать высшую степень любви к Богу. «Не той, которой хвастаются евреи, но той, которую имеют христиане. Ибо хотя и иудеи говорят, что они любят Бога, но любят Его не во Христе Иисусе, потому что не веруют во Христа». «Ага. Ты ошибку допустил здесь. Ангелы отвлекают людей от Христа, но в виде предположения и вследствие сильного желания. А ты там что-то итоги какие-то вставил, непонятно». «Ну, оговорился, простите, бывает. В виде предположения, да, ну это понятно, что ангелы, тем более ангелы с большой буквы написано, у них нету цели отвлечь от Христа. А вот у ангелов с маленькой буквы, у падших ангелов такая цель имеется, они в этом деле неутомимы. «Но церковь есть с толпу утверждения истины, и врата ада не удаляют ее». В это нужно четко верить, как бы дьявол не старался отвлечь нас от Христа, ничего у него не выйдет, если мы твердо верим в жертвенность Христа, который за нас умер, и мы в знак благодарности за эту жертву, ну не можем стать предателями иудами, просто не можем нам, совесть не позволит. А что становится? Еще раз. Ты говоришь, не можем, а однако становятся и предателями, и опять распинают в себе Господа и нашего Иисуса Христа. Это о верующих говорится же. И знаете, Тихо слово просят. Пожалуйста. Ты, брат Сергей, то, что сказал, говоришь, и Бог умер. Бог не умирает. Ты это выражение исключи из лексикона. Божество бесстрастно. Оно не может ни страдать, ни плакать, ни умирать. Он бесконечен. Бога человек. Всегда добавляй. Вот они, которые не имеют Христа, они... А Бог может умереть? Мы говорим, нет, никогда. Они не понимают, тогда сказать, второе лицо Троицы нашими выражениями, и мы прокладываем дорогу на будущее. Если ему быть спасенным, он ухватится за это. Бог не умирает, не страдает, не плащет, не жаждет, не спит. Это он смеялся, и Илья говорит, кричите громче, может Бог ваш в дороге или уснул. Так что выражение, что Бог умер, это абсолютно неправильно. Вот так. Бог и человек. Человечество страдало. Так, свое оправдание, значит, хочу сказать. Я когда сказал, что ни в одной религии мира Бог не умирал за человека, вот только это я имел в виду, что в христианстве не может Бог умереть за человека, в христианстве умер Христос за человека, Бога человека. Ты сказал это, тому сказал, что у нас умер, если по ходу предложения, у них Бог не умирал, а у нас Бог умер. Бог не умирает, это исключи, это на сто процентов неверное. Божество бесстрастно. Умер Бога человек. Страдало человечество. Игорь Тихович, Христос, Бог. Так, все, я отошел. Я тебе не ребята такие, чтобы меня цеплять. Тут так. И я бы тоже этого не хотел. Аминь. Так, пройдем дальше. Глава девятая. Римлянам девятая глава первой и второй стихи. Истину говорю во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Толкование. В последующей речи намерен доказать, что не все, происшедшие от Авраама, суть семя его. А дабы кто не подумал, что говорит это в сильном возмущении духа, предваряет и устраняет такое предположение, говорит о евреях, благоприятное им, высказывает, что весьма любит их. «Дабы ты поверил мне, – говорит, – истину говорю о Христе не лгу». В доказательство этого приводит трех свидетелей. Христа, собственную совесть и Святого Духа, говоря, «Великая у меня печаль, снедающая сердце мое при имени евреев, что они находятся вне благодати». О чем и намерен он говорить? Вопрос. Однако Павел националистом был, ну, в хорошем смысле слова, ну, и любил свой народ. Любить свой народ, значит, это достойное, так скажем, свойство или, как сказать, ему чувство. Просто подметил, не знаю, прав, не прав, поправьте. Любил свой народ, потому что это были иудеи, богоизбранный народ. Неважно, какой. Я вот, я русский, я люблю русские народы, что? И русские тоже, кто верует во Христа, избранные. Только все евреи, что ли, там, красавцы, остальные так полулюди. Ну, я вот это все знал, что ты это и будешь говорить. Я сказал все. А там всегда... А как по-другому? А как по-другому? Так я и буду говорить, конечно. Римлянам 9.3 Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Толкование. Сперва узнай, что такое отлучение. Оно отделение отчуждения. Как никто не смеет касаться дара, посвященного Богу, так и отлученного, только по другому чувству. К священному дару никто не осмеливается приблизиться из уважения, как посвященному Богу. А с отлученным все прерывают связи, как со скверненным и отчужденным от Бога. Что же значит сказываемое Павлом? Кажется, что он говорит здесь противоположное тому, о чем была речь выше. Там он сказал, что никто не отлучит нас от любви Божией, а здесь говорит, что он желал бы быть отлученным от Христа. Кажется, что он противоречит сказанному прежде, но на самом деле нет. И здесь высказывает он желание быть отлученным от Христа по любви к Богу. Все обвиняли Бога, что он изгнал и лишил чести евреев, удостоенных усыновления, пользовавшихся особенной славой и называвшихся предками Христа. И вместо них ввел людей, никогда не знавших Бога, язычников, и высказывали ропот и хулу на промысел, как будто сие делалось несправедливо, и Бог обманывал працев, которым обещал дары. Поэтому-то Павел терзался, скорбел о славе Божией и желал сам быть отлученным, только бы спаслись иудеи и прекратилось их хула на Бога. Видишь ли, что он по пламенной любви к Богу желает, если возможно быть отлученным отцом на вечно живущих со Христом, не от любви его, но от славы его и наслаждения ею. Так и отцы часто отделяются от сыновей, чтобы сыновья прославились, отнюдь не очуждаясь от любви сыновей, но желая сами быть в бесславии, чтобы они сделали славными. Итак, рассуждает апостол, «Я, совершивший несчетное множество подвигов, любящий Бога безмерно, желаю для славы Божией лишиться славы Христовой». А это не значит лишиться, но скорее приобрести. «Словами забратьев моих, родных мне по плоти, указывает на самую нежную и пламенную любовь свою к Иуде». Вопросы? Вот, да, казалось бы, такая противоречие, как так? Желаю быть отлученным, и в то же время я из-за любви к Богу. Вот когда толкование читаешь, тут все проясняется, что двигало Павлом, когда он произносил такие слова. Именно любовь к Богу, он переживал, что вот иудеи ропщут на него, что жнет, где не сел, обещал отцам нам одно, а на самом деле обманул, каких-то язычников привел. Помните, как они рвали на себя рубахи, когда узнали, что вот они-то считали себя детьми Божьими, богоизбранным народом, детьми Авраама, но по плоти они были, а не по духу. Механизм высчитывать, когда в... Апостол Павел-то хотел, чтобы эти родные по плоти стали родными по духу. И он говорит, что я... А потом восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады морозем, летрясения по местам, все же это начало болезни. То есть такой... Тогда предавать вас на мучения. Пихулили Бога, что вот он их обманул. Они сами обманулись, не приняв Христа. Дьявол их обманул. Дети дьявола, желающие исполнять его похоти. Христос их обличал, а они злобились вместо того, чтобы... Беззаконника при... Брат, можно добавить? Да, конечно. Небольшой пример просто из Ветхого Завета про Моисея. Когда он Богу говорил, что изгладьте меня из книги жизни. Господь ему отвечал, что кого надо, изглажу. Кабы и здесь тоже апостол Павел вроде бы желал бы, да, отлучен быть за Христа, за братья своих родных по плоти. А переди он говорил, что от любви Божия никто не может его отлучить. Потому что Бог решает наше участие. Да. Интересно, а есть такой человек, найдется ли такой человек, который не захотел бы быть в Царстве Божием? Ну, вот Павел, он говорит, я... только бы братья спаслись. Это вот любовь доказана. Да, Игнать Иханович? Тут нужно сказать так. Три человека таких было. А мы читаем про Моисея. Он говорит, если их не помилуй, что изгладь меня из книги жизни. Господь говорит, кого изгладить, я изглажу. То есть... И дальше Павел говорит. И третий от Серафима Саровски говорил. Желал сам быть отлученным. Ответ один. Они не знали, что говорили. Апостолы на горе Фавор. Три кучи сделали. И не знали, что говорили от страха. Он ни одного дня, Павел там не был, Моисея не был. Он показал высшую любовь и желание, чтобы спаслись. И поэтому на слова его не надо обращать серьезное внимание. Что пользой весь мир приобретешь... Той муки одной секунды никто не выдержит. И поэтому слова его нужно только понимать как знак высшей любви, как гипербола. Отошел. Да, согласен. Как жертвенность. Да, да. Именно жертвенность. Именно, да. И Авраам свою любовь доказывал Богу тем, что он жертвовал Сыном Своим Единородным. То есть это тоже жертвенность. Но он верил, что Господь силен восставить его. Вот. Понимаете, и Христос умер, но он воскрес. То есть надо про это тоже не забывать. И мы, когда будем в любовь, то есть если у нас вера есть истина и непоколебимая, что мы воскреснем, тогда и любить легко, и жертвовать легко. И помните, когда мать Климента Анкирского уговаривала его, сынок, я хочу быть матерью мученика. Прославь Христа своей смертью. родного сына вроде как скажут по-плоцки, да, это она какая-то жестокая. Вот в этом и есть любовь. Это один, да, такой случай, ну, описывается. Или еще были матери такие. Мать Климента Анкирского, да? Да. Не знаю, может быть, и быть сейчас не могу. До одного достаточно уже. Римлянам 9 глава, 4-5 стихи. Значит, так, спламенную любовь свою к Иудеям апостол Павел говорит, то есть израилетян, которым принадлежат усыновления и слава и заветы и законоположения и богослужения и обетования их и отцы и от них Христос по плоти сущий над всем Бог благословенный во веки. Аминь. Толкование. Здесь хвалит и превозносит Иудеев, дабы кто, как я сказал, не подумал, будто говорит в сильном возмущении духа. Незаметно же высказывает, что Бог желал и им спастись. Это видно из того, что Он удостоил их усыновления и славы, дал обетование от самых, снабдил их всеми прочими преимуществами и соизволил, чтобы от них родился Христос. Но они сами отвергли благодеяния. Посему, изумляясь любви Божией, воссылает благодарение единородному и говорит «Сущий над всеми Бог» Христе говорит «Благословенный во веки». Хотя другие рассуждают хуля, что принятие язычников было неосновательно, но мы, зная тайны Христовы, знаем, что Он достоин прославления. При этом должен посрамиться Арий, потому что Павел называет Христа Богом над всем. Тут немножко странность какая-то в последних предложениях. Должен посрамиться Арий, потому что называет Богом. Да, Арий жил в четвертом веке. Он что, не читал Слово Божьего или не верил, что Христос Бог, не поверил, что написано у апостола? Он же был проповедником очень известным, школа была своя. До школы-то много было синагог. Не толку-то. А при чем есть синагоги? Ария это не еврей. Это тоже нет 20, 100% нет. Ну ладно, 10. Максимум. Ну, посмотрим, присмотримся к ему здоровью. Да, если 9 месяцев протянет, это хорошо. Христос когда придет? Вот этот не умрет. И мы, нам не надо работать, нам надо готовиться. Слово-то Божье уже было. Я и говорю, какая-то странность. Он давно должен был посрамиться сразу. Непонятно. Непонятно. ну так все это ну это вы знаете. Однако нет этого. Идет неожиданно. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час неожиданно. все это? Баптисты признают его за Бога, пенсятники признают, адвентисты признают. Ну, священники признают, например. Как называемые свидетели, только и больше никто. кто еще? Ари считал, что он творение Божие. Да. Да. А мы не творение Божие. Христос не творение Божие. Ари считал, что Христос это творение Божие. Рахим, сколько ты лет была у иеговистов? Поняла, поняла, да. Да, вот. Не, они признают его Сыном Божиим и все. Ну, Сыном Божиим, вот, они странно, понимаете, вот, я разговаривал с ними, Христос Сын Божий и одновременно творение, но Сын не может быть сотворенным. Сын это, значит, рожденный. Они говорят, ну, какая разница, рожденный, сотворенный. То есть, он и рожденный, но он не, не, он и Сын, но он не Бог, он творение Божие. Вот, то есть, это вот у них планка, как вот, как вот зашорена у них. Еще они цепляются, что он Слово. Прежде всего, он создал его, как Слово. Ну, Слово. Слово, Слово, Слово. Как Слово нужно сотворить? Оно всегда было у Бога. Написано было. Слово было у Бога, оно было всегда. И все через него начало быть через Слово, что начало быть. И ничего не начало быть, что начало быть. То есть, Слово, оно прежде было, оно не могло быть с период, когда что-то было без Слова. Несколько, несколько мест синодального перевода, которые говорят о том, что Христос Бог, всегда жгли им, так сказать, их совесть, и пятки, да, тоже, и макушку. И поэтому они очень быстро догадались, просто эти места убрать, и назвали новый перевод. Хотя у них с собой есть и синодальный, сколько я разговаривал с ними. Они всегда с собой носят его, а они уповают на то, что ты просто не знаешь места Писания. Как только ты их начинаешь говорить, они его даже не достают. Они с тобой даже не прощаются, сразу уходят, и все. Так и есть, да. Значит, противятся, и ее. Час прошел, Игнать Тихонич, к вашим услугам. Пожалуйста, задавайте вопросы. Игнать Тихонич, охарактеризуйте труд Ильина, нашего русского философа, о сопротивлении злую силу, как там, что-то такое, как вы относитесь к нему? Евангельский, он не евангельский, он это все, труд. Ты уже ответил, это нам, чего его разбирать-то? Он никакого влияния, ни на кого не имеет философ, он видел, был за правду, ну и все на этом. Никакого насилия быть не может. Я хотел сказать тому, что когда говорят, вот, я бы умер там, как Павел-то, это уже нарушение заповеди, ближнего, как самого себя, а не так, что я в ад пойду, а ты иди за меня в рай. Это непонимание, это нарушение второй заповеди. Оно на словах. Даже как самого себя любить, и то это труд, и труд надо выработать. А что, ты рай и ад, совместить даже не с чем. Другое дело, просить жизни ему дольше, чем мне, пусть он останется, а я умру. Ну, такое было. Вот я знаю, в истории мировой только три случая было, когда люди не знают, что говорили. Моисей, Павел и Серапим. А в Ильине я разговаривать даже не хочу. Зачем это нужно? Патриоты взяли, зато хоть сердце его привезти, похоронить здесь. Хороший человек, и все, дальше нету. Игнать Игоревич, А Толстой Лев тогда прав был, да, вот это, в этом отношении, что непротивление злой силой, он же проповедовал Толстой. Да, он прав был. В этом вопросе абсолютно прав был, правее всего Синода. А дальше у него, он даже не верил, что Бог есть сущность, которому можно молиться. Ветхий Завет полностью отбрасывал, Новый Завет весь Искуростал. И в Новом Завете не признавал, что она непорочно защила, и что он воскрес, но ничего. Он только брал Нагорную проповедь и ту всю, каждое слово калечил. Дурковал мужик. А все то, что блудяга был, ягод в этом вопросе женском неутомимый был. Все кухарки, все его было, как у Пушкина. Срам один. Игнатий Тихонович, такой вопрос. Третья глава, Бытие. Когда уже вкусили Адам и Сьевы плод, Господь говорит, вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простил он руки свои, не взял бы так же от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно. Вот, по-первыхому, вот этому, зная добро и зло, можете какое-то дать объяснение, что это означает? Ну и по-второму, чтобы он не вкусил, не стал жить. Адам узнал только одно, слушаться Бога добро, а не слушаться зло. Он больше ничего не знал. Вот это послушание. Ну а дальше-то что? Дальше уже дела показывали. Какое ему место? На это потребуется столетие, что он вошел. Может, перед смертью понял только. Адам в это состояние его не войти. Он ребенок был. Малый, большой ребенок. Тем более, опыта никакого. Компьютер еще не был. А интернет-то не дай кому звонить-то. Вот как фильм такой, я легенда. все умерли один. Пустой Нью-Йорк. Вот весь ответ. Это не ирония, значит, да, была прямой, так правильно сказано. То есть, он познал, то есть, увидел, что это добро, а тут добро и зло. Узнал он. Он узнал, что добро, Бога слушается, зло не слушается, потому что ничего больше не проистекало отсюда. Он еще не узнал. Он узнал, что слушается Бога, это жизнь, не слушайте, это смерть. Но это он уже только так мог говорить. Он еще не знал, что такое смерть. Еще ни одного мертвого человека не было. 22 стих. Что-то непонятно. Да там ищут просто, не могут никак найти, я подсказал. Какой-то вопрос стоит, что ли? За это можно, я не знаю. Виталий, вопрос давай. Игнать Тихонович, а вот то ли в толковании вот такое, что Адам знал суть вещей. Как он был младенец, когда он даже суть вещей знал, там имена нарекал, там животным и так далее. Пророк не знает, а говорит, Господь движет его языком. Но я понимаю так, допустим, у нас самая вороватая птица это воробей. Вот вор, о, бей, вор, бей. А у ворона вор, она. То есть он такие вот имена давал. Он отображал сущность. А еще не знаю ничего. Но он видел, как звери обращаются. У нас много бывает в жизни такое, что отображает. В самом названии уже суть самая открыла. Так и здесь. Суть вещей, он понимал то, что перед ним было. Получается, надо смотреть еврейский язык. А то, что он младенец был, Агнатихович, у него просто опыта не было, ну, жизненного там, передряг всех этих. Никакой опыта. Никакого. Он не знал, где спрятаться. Он знал, что вдвоем теплее. Вот это он знал. И она, когда родила, кем она его назвала? Второго кем назвала? Она думала, вот этот убитый, этот на его место пришел теперь, или второй сын родился. А второй, оказывается, убийца. Это не просто все. Они не знали, что такое смерть. Я даже представляю, как вот они подошли, узнали, и когда Бог говорил, он говорит, и кто меня встретит, тот меня убьет. Каин. А кто убьет? И где кто встретит? Никого нигде нету. Ну, только это рядом были родственники, родные его. Интересно, я оригинал не знаю, как, а вот там, когда Ломех, Силла, Ада и Силла, у нее жены были. Я убил мужа в язву у меня, то есть, рано он нанес ему. И в оригинале это место в стихотворной форме. То есть, это была первая, пойдем и как один умрем в борьбе за это. Я это высчитал у Виссариона, святой толкователь. А что он этим хотел выразить? Выразить, какой он смелый, сильный, перед женщиной. Еще непонятно, тут очень даже понятно. Жены, движены, жены моей ада и Силла. Я убил мужа в язву мне. То есть, такой я герой. Я одолел его, хотя он мне и рану нанес, язву. Вот перед ними, он не... Ну и теперь дальше, если кто скажет, он сам назначил, что его 70 раз больше накажет Господь. Высокоумие. Настоящий коммунист. Похвалялся злом. Злом. И дальше, попробуй, кто тронет меня. Ему Бог воздаст больше, чем закаянно. А говорит, Бог дал знак. А какой знак? Он трясовится написано. Трясовится. То есть, он тресся все время. Вот я был один раз, беседуя с человеком, пришел, нормально разговариваем. А он в окно глянул, а ко мне в ограду милиционер заходит. Милиция. Что-то я не искал. Он сразу не знает, куда лезть. Преступник. И будет бегать, написано, убийца будет бегать до самой смерти. А мне нужды нет. Зашли, поздоровались. То есть, у человека появляется, когда он согрешил, у него появляется теперь страх. Страх, вот тресся. Трясовится называется. То есть, он шел и все боялся всех. Кто бы его не убил, кто бы его не убил. Вот и все. Он тресся от страха. Еще, говорит, трясешься. Ну, страх. У Гитлера там рука тряслась, все, так это у него от взрыва, который 20 июля 44 года. И то, что Первую мировую там получил. Тут все объяснимо. А это от страха. Вот как ягненок весь трясется. Как осиновый листочек. Я это знаю. Почему знаю? Мы всегда в 12, ровно в 12 ночи начинали хлопать половички под ногами, когда на второй строительстве были. Насчитывали пленки. Ну, в 12 ночи мы открыли и на улицу выходим. Вышли. Я говорю, подожди, давай посмотрим дальше налево, направо, а тут тополя растут. И гляжу, там, где дальше магазин, между ветвями, сверкнул огонек. Я понял, кто-то открыл машину и вылазит из нее. Мы быстро дорогу перешли. Ну, двое мы были. И я сел в кустах, гляжу, двое здоровые ребята выскочили и бегом на линию, на линию там. И они там прошли, нигде ничего нету. Я обратно вокруг домов обошли, идут на кусты, в кусты смотрят. Ну, идет мимо меня-то, а тут маленько свет-то падает. Он меня увидел. Я на карточках, на корточках сижу. Вот, у меня такая дрожь появилась, никогда больше не было. Меня прям трясет, как лихорадкой. Он меня не трогает, он у меня, еще не пришло время. А вот, трясовица, страх нашел среди ночи. Ну, я понял, что это органы КГБ. Ну, то я такое испытывал, знаю, что... так, дальше. А вот трясется об своим украденном, чтобы у него не украли. Это вопрос или как? Да нет, просто это... Пояснение. А охрану, Игнатий, чем больше охраны, тем, наверное, больше он трясется там. Ну, я не могу сказать. Вот у меня было это, было. Я ни в чем не виновен. Орест будет позже, месяца на полтора. Вот, дрожь напала на меня, в вызову зашел, ничего нет, уже все нормально. Но, когда он прошел, меня дрожь начала бить. Я могу не говорить это. Вот, я когда вернулся, я спрашиваю, на суде-то у меня были люди, где вот со стороны, как вел я себя? О, как бесстрашно, вы власти обличали, там, коммунистов, советскую власть. Моя же, я знаю, что... Я говорю, у меня внутри все сжималось. Я боялся, потому что могли перевести со 190 на 70-ю статью, а это в два раза больше срока. Они мне антисоветчинцы не приписали. Эта статья по-другому измышляла. Распространение заведомо ложных измышлений, чьих-то, порочных общественных, государственных строителей Советского Союза. Статья такая, не тяжелая. Меня начальник тюрьмы когда вызывал, Александр Семенович, и он говорил, ну, друг мой, милый мой, дорогой мой, он-то, начальник тюрьмы, часто вызывал меня беседовать, да у тебя и статья-то не тяжелая, ну, ну, милый мой, ну, как-то пройдет это все. Игнать Тихонович, еще такой вопрос, вот, у Каина там были дети, у Сифа были дети, но, почему-то у Сифа они называли такими именами, похожими на каинские имена, там, и Ламих был, и Каинан был, почему они такие имена-то называли? У них имена же всегда какую-то цель несли, просто так они людей-то не называли? Тут видишь, как, Вячеслав, даже перевод имени сегодня по-другому, город Вифлеем, но почему Вифлеем? В еврейском говорит, дом хлеба, два, вот, был Авраам, а теперь Авраам, Авраам, это означает странник, то есть бомж, странник, ночевать негде, а два слова Авраам, две буквы Авраам, отец множества, отец множества, то есть и язычников, Авраам, отец у нас же, по духу-то, и вот здесь надо на все это смотреть, а что за имена означают? Вот у нас девочка вот здесь родилась, у нашей сестры в общине, она, видно, что она родилась, черные волосы у нее, она красивая такая, она ее назвала Светлана, отец называет, пока она не вернется из больницы, он скорее-скорее по-своему назовет, и все такие шаблонные имена, но она черная, причем тут Светлана-то, она должна была названа Мелания, вот Самуил, Ил это Бог, по-нашему коротко, она назвала Самуил, почему? Выпрошенный у Бога, выпрошенный у Бога, вот как переводится Самуил, у Анны, когда родился сын, и ты, Якоб, а ныне будешь Израилем, и Якоб означает, дающий подножку, запинающий, А Израиль, зрящий Бога, хотя сегодня пытается по-другому сказать, вот, боролся он, и Господь сказал, будешь побеждать сейчас, человеков, название, вот мое имя, оно как раз совпадает, меня никто не знает, вот вы, смотреть на вас, вы как протестант, Андрей Кураев, а что строго закон, канона соблюдают, так это как старообрядец, неведомый, незнакомый, греческая, а с латинского, мое имя двойной перевод имеет, огненный, огнистый, тоже совпадает, ну че, умолкли, умолкли навеки, хлопцы, в живых и остался один, орленок, орленок, лети выше солнца, Игнатий Игнатий, а вы этого орленка все время напеваете, а вы какой вариант напеваете, казачий или большевистский, свой, я, мне нравится, что как сына вели на расстрел, тут мне, мне этот вариант нравится, что я был бы, и меня так же повели, я на стороне белых, но песнопение, мне это нравится, а там в казачьем варианте еще есть проткнутый чекистским штыком, да, понимаешь, нет, тот мне неизвестный, и он мне не лежит, а это я, вхожу в эту песню, лети на станицу, родимая расскажешь, как сына вели на расстрел, а я этим живу, как, вот обо мне, я живу этой песне, а другой я не знаю, она мне уже не прививается, я и не против, но этот вариант, другой, ну, когда, там, комсомольцы спешат на помощь, это мне уже не подходит, но вот именно это, так вы наберите в компьютере, казачий вариант, орленка, и все, и услышите, мне он не подойдет уже, я, а может и подойдет, вы попробуйте, слышал, слышал, как поют, мне он не подходит, здесь именно, я нахожусь, в своей, в стране, в своем селе, потеряемки, и тут белые проходили, вот в корчене, школа рядом, а там памятник, при Колчаке расстреляли, там Колчак, сейчас 12, и вот такая, как пирамида стоит, мы лазили на нее, мне нравится. Игнатий Игоревич, а вот вы, вы песню не для меня, чем она вам нравится-то, не для меня, там, казачьего? Не для меня, ну, понимаешь, ты сам по себе, кажется, подумать страшно мне теперь, когда б не ту, открыл ты дверь, не той, в улице я прошел, меня не встретил, не нашел, я читаю это, я все отношу ко Христу, я ее напеваю, и представляю, как вот первый раз, как дали мне в руки, и как он, Господь, открыл мое сердце, как я получил это крещение духом, все изменилось, подумать страшно мне теперь, когда б не ту, открыл я дверь, я, не той бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел, а она твое от меня, небольшая перемена, я все к себе отношу, так и этот орленок, я его знаю, пою и вставляю, а потом говорю, вот если, сейчас у меня готовится материал, я может сейчас сразу вам скину его, я делаю так, пять песен, которые мирские, мне кажется порою, я вам дам посмотреть, и другое, рядом ставлю другую, которая говорит о божественном, конечно, это баптистские песнопения, и там, где я беру, там пять, кажется, песнопений мирских, а внизу, а внизу, по номерам два, православные, там, баптистские, ну, сравнивать не с чем, те более звучные, как, а пустое все, ни в журавлей не превратишься, никого окликать не будешь, а люди сидят тут, слушают и думают, и вот он, по птище окликает, все хвост, кого оставил на земле, хотя он вначале писал, мне кажется, порой, что джигиты, скрывая в их невернувшихся полей, а у него Гребнев был, подсказали ему Расулу, что Расул означает апостол, в переводе стихи языка, он говорит, нет, джигитов было мало, надо, чтобы эта песня была для всех, вот так и поется, ну, а какое исполнение, бывает исполнение, там, Марк Бернес, а у него ни голоса, ничего не было, ну, еврей, продвинули блантеры эти, вот я скину вам этот материал, он у меня заготовленный, прям сразу скину, его прослушайте, песня не для меня, не для меня, я вот тогда показываю, что для меня, для меня Христос, я другую песню ставлю и показываю, не для меня, тот мирской человек об этом тоскует, говорит, там девчина подрастает чернобровая, а ему там свинец отмеренный, ну, она тоже на два варианта, одного осудили, конвой берет, а другой в армию берут, ну, написал-то Скляр, он такой, сегодняшний человек-то, человек сцены, ну, и по-разному поют, и зарабатывают, ну, там, миллионы, там посетители, а я беру песнопение, нахожу, где на Голгофу, на распятие Иисус идет, струи крови по дороге израны льет, это мой пришел, Спаситель Божий Сын, я к ногам его пронзенным с раскаянием иду, грех мой крови, причисто, смыть молю, да, смыть молю, и вот песнопение, как бы напротив, вот мирской человек, я бы пел это, о небе, о вечности, о Христе, вот я такую ставлю, выбор человеку, налево, направо, в ад или в рай, и даже песнопение, и ставлю День Победы, кто-то, наше стихотворение, которое поют сестры, оформили, ну, и там разные, День Победы, вот это, недалек там, я там порохом пропах, а у меня здесь другое, попросили написать, я написал свои слова, и поют, интересно, кто-то сделал так, собрание, эти, свидетели Юговы, стоят, стоят и поют, а поют, вложили мою, которые наши в общине поют, наши сестры голосами, там Сергей тоже пел, вот так, так интересно, стоят в Библии, и поют, а поют голос наш, ничего нет, еще на молитву, призывай, да я вам скину скорее, это я еще всем хотел сейчас сказать, Игорю, по поводу ислама, предопределения, тут оказался, он прав, сто процентов, действительно, такого предопределения, как я это описал, такого у них нету, я заимствовал заблуждение, у других людей получилось, поэтому он прав, сто процентов, я слушал ваш разговор, но дело в том, что это их учение, куда он предназначен, в общем-то, это и у нас говорится, кого я предназначил, вот это знаете, мы смотрели этот фильм, Игнатьич, не слышно вас было, тут какой-то шум был, Володя, повторите, на коне-то через пустыню, так как его зовут, Идальго, 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 вот фильм Идальго, там на конях, через пустыню, там 1300 что ли километров, они, и вот один там попал, как раз трясена, его засосал, он его хочет вытащить, то не надо, раз меня Аллах сюда загнал, значит я и должен умереть, но он его вытащил арканом, а у нас не так, мы должны бороться до конца, сколько можем молиться и бороться. Игнать Иванович, то, что вы сказали из Слова Божьего, вот это местописание, его не было слышно, потому что был в это время шум. Ну, понятно. А предопределение вы сказали, местописание? Да, предопределение это. Апостол Павел об этом говорит, предузнал, предопределил, и то другое. То есть, он от начала знал, где мы будем. Он знает, он Бог. Еще я ни одного дня не жил, 138-й псалом, за родыши мы видели отщи твои. В твоей книге записаны дни, для меня назначенные, запятая, когда ни одного из них еще не было. Разве это не предопределение? Но в этом предопределении сказывается моя свобода. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Если уже назначенные, мне никуда нельзя извинуться, то эти слова не так. Это та свобода брошенного камня, как говорят. А тут на самом деле, он знает как Бог. И делает все, чтобы я изменил. А что и изменится, моя очередь, это как раз уже предопределенно. Ну да, в принципе, в мусульманстве то же самое. Вот я сейчас посмотрел. Но только мы боремся, а он считает, попал в этом все. Я в яме сижу, зачем меня вылазить-то? Вот я когда были, мы там в доме Мулы, то я говорю, вот если сейчас бы дали вам вашу книгу, Коран, ну разным-то, на первом месте каждому кафедра, вас победят словами, не ножами, словами, игиловцы. Они точно делают так. Зашли там, а там какие, и около горы-то там живут, национальность какая-то. А у них мужиков прям сразу же, только зашли, всех перестреляли, вывели, перевели, и все. А женщин сразу в горем. Потому что они язычники. Ну, это я вам говорю то, что тут под руками. А они более правы. Вот эта лояльность, то другое, что совершенно им не свойственное. Они делают так, как написано. Там какие-то святыни, там буддистское какое-то изображение они взорвали. Они делают это правильно по своей вере. Люди верят в то, что могут только сами сотворить, как Григорий Низкий говорил. На больше они не могут. Никогда не спорьте. Я вижу, вот вы иногда тут прямо спор начинается. Не надо. Один спорливый, ну, ты скажи больше, отойди в сторонку, выключи, и больше не надо. Если точно знаешь-то. У меня есть изречение одно. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. И все. Один раз сказал, ты не принял. это твой выбор. Make your choice. Вот это и есть. Игнать Игнатьевич, пока не начнется вот этот, как вы говорите, спор, и непонятно, спор есть или нету. Я вам рассказывал не один раз. Какой-то там датчанин или кто сто пять лет, кажется, журналисты берут твоей теорию, как ели, питались. Ну, долгожительство-то с чем связано? Я не знаю. Ну, что-то особое было. Да ничего особенного неба. Я, говорит, никогда не спорил. А журналисты, да не может быть, может быть и так. А еще какой-то была история такая. Один был какой-то полемист, всех побеждал, вообще всех до одного. И ему сказали, что есть, говорит, какой-то там святой где-то, мудрый в слове. Ты его, не победишь. И он пошел, идет к этому святому и кричит, эй, говорит, выходи, я тебя сейчас побежу, выиграю я тебя. Ну, типа, я тебя в споре. А тот ему кричит из ряда, ты победил. Ну, и того это так, этот, ну, на такое впечатление произвело, что он говорит, нет, я, говорит, проиграл. Затронул. Да. И все, он больше не был спорливым. Ну, это из жизни. Я видел в Америке, это около города Сакраменто, под машиной лежит один седовласый, седой, а другой около машины. И спорят, под машиной лежит, кажется, красный, а тут белый, за красный, который был. Ну, там, Трифоном, кажется, звать, а другой, там, еще какой-то, Малафей. Ну, и говорят, а я стою, слушаю. И тогда тот из-под машины вылез, и посмотрел этому Трифону, и говорит, знаешь, а ты не прав. Он говорит, а почему? А я, говорит, лежал, я чувствую, ты раздражать все начал. А если у тебя правда, ты бы, тот поставил маленький, говорит, да, ты прав, Малафей. И повернулся и пошел. Я думаю, вот какой народ был в России. По интонации. Раньше было так, говорит, когда боролись на ринге, а император китайский смотрел, если заметил, что у него выражение лица меняется, он сразу платочек отпускал, падает. Все, борьба прекратилась, он уже разозлился, не надо. Мы просто силу мерим, а он разозлился. Это нам тоже уроки. Конечно, это мирские примеры, но в них заложено многое. Вот Мария Кюри Складовская, Нобелевская премия разрешается только один раз. Два раза премии не присваивают. И если человеку хотели присвоить, а он умер, уже не присваивается, мертвого не присваивается. А Мария Кюри Складовская получила два раза премию. Пьер Кюри с ним они вместе вываривали первые граммы радия. Они то ли два года варили, говорит, на кончике иглы выварили. Но я не знаю, это как. И вот у нее, говорит, китайские студенты были, у Марии Кюри Складовской. И они, говорит, сидят перед ней. Я, только по глазам могла узнать, что они не согласны со мной в чем-то, виду стараются не подать. А у нас там прав-неправ, глотка широкая, пошел, кричи, ударь его. Ну, если правду сказал тебе, что дальше-то? Не надо. Я сказал, ты не принял. Я не отвечаю на тебя, кровь твоя на голове твоей. Надо как-то поосторожнее, вы много тратите время, тут я же слышу все это. Сказал, понятно, надо научиться в кратких словах говорить, времени много, никаких примеров, ничего нет, а вот бывает так. Ну, впрочем, я высказал. Все, брат Сергей, давай, зови на молитву. Я не знаю, кто у нас тут есть, никого не вижу. Четыре человека. Четыре. Ну, давай, пускай Виталий помолится. Поистине достойно прославляет тебя, Богородица, всегда блаженную, непорочную, Матерь Бога нашего. Ты достойна большей потести, чем Херой Вимы, и по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога. Слово, как истинно, Богородицу, мы тебя величаем. Слава тебе, наш милосердный Господь Иегова, Абва Отче, за все щедроты Твоей милости, за эти наши вечера, наши встречи, у ног Христа, у ног Писания, за содружество наше слава Те, за наставника нашей славы Те, Господи, и благодарение за братьев и сестер. Прости, Господи, если мы как-то друг друга огорчаем, это наша немощь человеческая, прости нас и благослови нас далее собираться. Но Христа, Слово Твоего, Господи, благодарю, спаси Христос. Аминь. Слава Христа. Брат Вячеслав, оставайтесь, кто хочет это получить.